Всем привет! Привет, YouTube! Сегодня хотела немножко рассказать о том, как делаются операции в Америке. Почему я решила затронуть эту тему? Потому что у меня на днях была операция, и буквально вчера со своим братом я разговаривала по скайпу и рассказывала ему весь этот процесс, как здесь делают операции, уход какой. Ну и потом подумала, что, наверное, нужно снять видео на эту тему, потому что эта тема очень многих интересует. Как проходят операции здесь, в Америке. Ну, расскажу свой опыт, как это было у меня. Конечно же, сначала приходишь к специалисту на прием, он говорит, что, допустим, у тебя какие-то проблемы, и нужно назначить операцию. Я еще зимой была у специалиста, и как-то от операции сразу отказалась, ну, решила подождать. Потому что перед этим осенью у меня были тоже две серьезные операции на сердце, и я еще как бы не вошла в эту колею, все еще поправлялась, и как бы воспоминания о тех операциях, тоже не хотелось уже делать опять очередную операцию. Ну, вот я ее дотянула до лета. Где-то месяц назад я позвонила к врачу, сказала, что я готова на операцию. Это было, наверное, где-то в начале мая. Ну, всем этим вопросом занимается медсестра этого врача. Она разговаривает по телефону, также она спрашивает, когда вы хотите, чтобы была операция. Я сказала примерную дату на конец мая, начало июня. Они предлагают, допустим, день и время, и ты соглашаешься. Потом уже непосредственно перед операцией, за несколько дней, за неделю, приходит такой пакет с больницы, письмо. Говорится там вся информация, говорится о том, когда будет операция, во сколько, и во сколько тебе нужно быть в госпитале. Вот, допустим, моя операция, она начиналась в час, и в 11 часов мне уже нужно было быть в госпитале. Но так получилось, что вот на день операции они рано утром позвонили и сказали, вы можете приехать раньше, не к 11, а вот сейчас. Ну, я сказала, что да, я могу, так как там у доктора появилось свободное время, потому что они иногда могут там по две операции проводить, утром, в обед. И, видимо, вот этой утрешней операции у него не было, и они решили меня вызвать пораньше. Ну, конечно, это удобно, и для меня тоже лучше. Не нужно было мне там ждать до обеда, потому что уже с вечера, после 12 часов, уже нельзя там ничего не кушать, не пить. Как бы до обеда трудно ждать для меня. Я, конечно, люблю, когда утром, рано утром приезжаешь, и все, уже идет подготовка к операции. Здесь вот в Америке не нужно заранее ложиться на операцию, как это вот у нас там делают, может быть, за день или за несколько дней. В этот же день ты приезжаешь на операцию в госпиталь. Я сделала тоже предыдущее такое коротенькое видео, и там немножко показала эту комнату ожидания, потом саму предоперационную палату. Можете посмотреть там коротенькое видео. Ну, вот сидишь в фойе, значит, выходит медсестра, зовет тебя, и ты идешь уже в предоперационную палату. Мы были с Виктором. Можно, здесь всегда разрешается, чтобы с тобой кто-то был из родственников, или друг там, или родители, ну, кто хочет. Прямо могут вместе с тобой идти вот в предоперационную палату. Значит, мы зашли. Они дают пакет для одежды, для обуви. Ну, там я это все показала. Ты снимаешь туда свою одежду, все складываешь. Они могут ее забрать, положить, как бы, ну, на время хранения, сохранить на время операции. Ну, или твой родственник может забрать эту одежду, там, одежду, сумку, что у тебя там есть, телефон. Дают такую больничную одежду, типа ночнушки женской. Колпачок на голову, все это одеваешь, садишься на кровать. Одна кровать в палате находится, такая небольшая палата, одна кушетка. Сразу пришли две медсестры. Они начинают там по компьютеру заполнять какую-то информацию. Ну, у них уже обычно есть там вся информация о пациенте, но они там еще спрашивают. Первый вопрос у них такой был интересный. Они спрашивают, вы знаете, для чего вы здесь? Вы знаете, какую вам операцию будут сегодня делать? Я говорю, ну, да, знаю. Операция у меня была по удалению желчного пузыря. Ну, я говорю, да, знаю. Ну, они так улыбаются, тоже я, тоже улыбаюсь. Как будто я не знаю, зачем я туда пришла. Ну, они как-то всегда вот об этом спрашивают. Так, у них, не знаю, принято, что ли. Значит, две медсестры там все вводят в компьютер, спрашивают там различные еще какие-нибудь вопросы. Какие лекарства ты сейчас принимаешь или не принимаешь? Если перестала принимать, то когда ты их перестала принимать? Допустим, если витамины какие-то принимаешь, тоже нужно сказать. На что аллергия там есть? Ну, такие вот вопросы задают. Потом буквально там через, не знаю, минут 20 пришел один анестезиолог, потом второй. Не знаю, почему их было два в этот раз. Может быть, это была помощница, но я так поняла, что там тоже анестезиолог. Значит, уже четверо их в палате получается. Потом еще пришел какой-то мужчина. Тоже у него такой монитор, как компьютер, на ножке, на колесиках. Он с ним заехал. Что он у меня спросил тоже какую-то информацию. Уже вылетело из головы. Он спросил насчет того, что, допустим, если я буду находиться под наркозом, и мне там потребуется, допустим, переливание крови, или еще там что-то случится, то кто за меня может решать эти вопросы? Ну, обычно это там муж, или жена, или родители. Ну, я сказала, что Виктор может решить там за меня все мои вопросы. И уже в конце зашел сам хирург в палату. Это уже получается раз, два, три, четыре, пять. Вот шесть человек в палате. Я, Виктор сидит. Все находятся в одной комнате. Все они разговаривают между собой. И что-то там у меня спрашивают, и у Виктора. И все улыбаются, смеются. Конечно, такое отношение, как бы, оно очень располагает. И вот для нас, ну, для нас, наверное, для всех вот иммигрантов, может быть, это как-то не очень привычно, потому что мы как бы не привыкли, да, что у нас вот врачи так себя ведут свободно, там шутят с тобой что-то. Сказывают там какие-то истории. И говорят тебе, что все будет отлично, не бойся. Мы будем за тобой очень хорошо там ухаживать. Все будет отлично. Конечно, это как бы тоже так придает каких-то сил. И вообще нету страха никакого. Страх весь вообще куда-то исчезает. Вот такое вот отношение, как бы, очень хорошее. И врач мне тоже, ну, вот мой же врач, у которого я была вот на приеме, он и был хирургом, который делал мне операцию. Вот он пришел в палату, там, вспомнил меня, что я была у него там когда-то зимой, спросил, как дела. Что, есть ли у меня какие-то боли, и как это долго продолжается. Ну, опять, как бы, вот стал все это расспрашивать. Так, в таком русле, как бы, все так мягко, спокойно, с улыбкой. Я все отвечаю. Ну, и в какой-то момент все равно у меня начинается нервоз. Все равно начинается беспокойство перед операцией. Я занервничала. Сразу слезы в глазах. И его помощница, она это увидела, и она спрашивает, почему слезы в глазах. Я говорю, ну, я переживаю. И они сразу все, ну, это нормально, все переживают, там, не беспокойтесь. Все будет хорошо, эта операция пройдет отлично. Такая одна из, как бы, самых легких операций. И вот они мне вот это говорят, и уже собираются увозить меня. Тут же мне вставляют IV, вот сюда в руку, вставили IV. Я прощаюсь с Виктором, и все. И больше я ничего не помню. Как уже меня вывозят из палаты, я не помню. Потому что, когда ты начинаешь нервничать, переживать, они это видят, и они сразу делают лекарства. Ну, наркоз там вводят, чтобы ты уснул, и чтобы ты уже не переживал, ни о чем не думал. Операция длилась около часа. Проснулась я уже в послеоперационной такой палате, тоже небольшой. И когда я так периодически то приходила в себя, то снова там засыпала. Ну, всегда я слышала и видела, что со мной рядом находится медсестра. Она мне там постоянно какие-то вопросы задавала, что-то спрашивала, я уже не помню. И я все время там говорила, где мой муж, когда он придет, чтобы меня забрать. Она говорила, все окей, там сейчас он, короче, скоро уже подойдет. И вот так несколько раз я помню, у меня было. Я так приду в себя, опять усну, опять в себя приду. Перед глазами, помню, часы висели. И я увидела, что было полвторого дня. Думаю, как хорошо, уже у меня прошла операция, уже полвторого дня, все, я уже прооперированная. И уже начиная больше и больше отходить от наркоза, ну, чувствую, болей никаких нет нигде. Вообще ничего не болит. Просто чувствуется такое состояние, конечно, после наркоза слабое. И уже, когда ты просыпаешься, они приносят тебе еду. Мне принесли таких несколько крекеров, там печенек каких-то. Спрашивают, какой сок хочешь. Там апельсиновый, яблочный предлагают. Или воду, или чай можешь холодный там заказать. Ну, как бы они считают, что обязательно они должны увидеть, как ты кушаешь. Хотя во рту там все пересохшее. Эту печеньку начинаешь жевать, она вся прилипает. Ну, так надо. Я там еле как ее съела, проглотила, запила соком. Ну, сок, конечно, я с удовольствием выпила. И что интересно, вот здесь как-то у них нет такого, что вот прям нужно соблюдать диету. Перед операцией мне хирург сказал, что после я могу все кушать, но не кушать жирное. Хотя там я прочитала на сайте, и мама мне там тоже выписала такую выписку. Ну, это все на русском языке, и это как бы для тех операций, которые у нас там проводятся. Что там такая диета первые дни, там только кефирчик, только бульон можно на третий день, сухарики, там кисель, вот такая вот еда. Ничего. А здесь они сразу говорят, можно кушать все, ну, там все пить, что хочешь, и фрукты, овощи можешь кушать, и там мясо даже, если хочешь. Ну, не жирное, чтобы все такое было постное после операции. Я думаю, может быть, это связано с тем, что здесь не делают таких разрезов, как у нас. Потому что у нас, вот кому удаляют желчные пузыри, я знаю, разрезают там от самого желудка и до пупка, там у тебя такая рана, и чтобы это все зажило, конечно, когда ты держишь диету, то это быстрее происходит заживление, раны, выздоровление. А здесь, вот как раз я хотела сказать о том, как делают операцию. Они сделали мне всего два прокола. Один прокол делается прям в пупок, и над пупком, там может быть сантиметров 5-6, вверху тоже делается дырка. Водят туда такой небольшой, как бы его называют, как мини-робот, они туда вводят, и через компьютер уже на экране, там хирург смотрит, и видит все эти внутренности, видит этот больной орган, который нужно там удалить, разрезать, порезать. И уже через пупок они вытаскивают этот орган. Все, никаких швов нету, просто такой какой-то специальный клей у них, они вот мне замазали эти две дырки, и все, никаких даже вот этих швов, которые сами растворяются, не накладывали мне в этот раз. Это было у меня только в предыдущих операциях. Вот, наверное, за счет этого, поэтому нету такого строгого какого-то придерживания диет. Это мое мнение. Не знаю. Так, и значит, дальше, что-то я уже немножко отвлеклась, да. Когда я пришла в себя, вот покушала печеньку, попила, и эта медсестра мне говорит, что нужно идти в туалет. Сразу напротив палаты выходишь, прям сразу туалет находится. Ну, иногда и прям в этих палатах находятся туалеты. И медсестра помогает встать, держала меня под ручку, подставила мне там тапочки, вплоть чуть ли их там не надела на ноги мне. И под руку меня повела в туалет, вместе с ней заходишь. Все время она держала меня под руку. Короче, они помогают пациентам, доводят их до самого туалета, скажем так, унитаза, сажают, и она стоит рядом. Она, конечно, отворачивается. Это такой вот момент интересный. Ты же брату вчера рассказывала, так смеялись. Он говорит, как так? Она говорит, что стоит? Я говорю, да, стоит рядом. Потому что они должны убедиться, что у тебя там все нормально работает после операции. Ты можешь все это сделать нормально. И она, конечно, не уходит, потому что ты же находишься еще под наркозом, и ты можешь упасть на пол. И не дай бог, если пациент упадет на пол, то это, конечно, тут у них недопустимо. Поэтому она стоит рядом, ждет, пока ты все это сделаешь. Потом также берет тебя под ручку и заводит в палату. И уже когда она меня привела, опять в кровати, ну, уже как бы я почувствовала, что уже так все я в себя более-менее пришла, уже так нормально чувствую. Болей нету вообще никаких. Они, видимо, используют очень сильные такие обезболивающие. Потом антибиотики тоже сильные прокапывают во время операции или после операции, как они это делают. как бы вот просыпаешься, и ты не чувствуешь, что вот у тебя что-то там болит, что-то разрезано, что-то тебе плохо. Вот у меня не было вообще такого ощущения после вот всех моих операций. Ну, и тут уже пришел Виктор, чтобы меня забрать домой. В этот момент я очень всегда вот до этой операции переживала, потому что предыдущие мои операции я лежала в госпитале там долгое время, а после этой операции я знала, что нужно идти сразу домой. Я думала, как, как вообще я оперированная, как я там поеду сейчас в машине, потом у нас ступеньки, как я буду подниматься по этим ступенькам. Вообще у меня это в голове никак не укладывалось, что я думала, вообще там не смогу идти. Как-то, ну, начинаешь переживать, потому что у нас там так не делается, да, у нас ты там обязательно лежишь после операции, несколько дней в больнице, там пока уже в себя не придешь, а здесь вот сразу домой. Но оказывается, все так, можно сказать, легко и просто, потому что нет никаких болей, нет там таких больших разрезов. Ну и тем более ты не сам идешь до машины, потому что госпиталь большой, да, там парковки находятся где-то там внизу или наверху госпиталей. Вызывают специального человека, как они называются, я не помню, как они называются, но они вот с велчером, это с инвалидными колясками. Там, кстати, у меня даже на предыдущем видео видно, там, как одну женщину везли, видимо, уже с операцией. И ты садишься на это кресло, и тебя везут прямо до машины. Прямо до машины довозят, там, сам уже садишься в машину, и все, и едешь домой. В машине, конечно, когда я ехала, тоже как бы несколько раз так засыпала, просыпалась, тоже еще вот такое состояние непонятное. Домой приехала, без проблем, там поднялась по этим лестницам, все там легла. А, даже я вроде чуть-чуть покушала, что-то я там захотела попить, перекусить, легла спать, и вот этот весь день, как бы он проходит потом просто во сне. Спишь, просыпаешься, спишь, просыпаешься. Они, конечно, говорят, что если начнутся боли, используйте обезболивающие. Назначили мне, здесь называется, такой хайдрокадрон, такие сильные обезболивающие, когда есть сильные боли. И они также заранее предупреждают, что не нужно терпеть, ждать того времени, вот когда наркоз отойдет, все обезболивающие там закончатся, и у тебя начнутся боли, и ты тогда начнешь пить лекарства. Ни в коем случае, как бы, они говорят, не нужно допускать до этого состояния, нужно вот там утром и вечером выпивать обезболивающие, и тогда у тебя не будет вообще болей сильных. Ну и не сильных, наверное. Ну, я так и делала, так пила, в принципе, эти лекарства. Они, конечно, тоже дают, как бы, такое расслабленное состояние. Спать хочется тоже постоянно, но зато нет никаких болей. Где-то вот эти 2-3 дня я пила хайдрокодрон, а уже на 4-5 день я стала пить талинол. Тоже такое, но уже оно слабое, обезболивающее. Ну, вот вроде я все рассказала, что хотела. Вроде ничего не упустила. Просто еще хотела рассказать про операции, которые у меня были в прошлом году. Это 2 операции я перенесла на сердце здесь, в Америке. Они, конечно, немножко по-другому проходили, и все немножко по-другому это было. Но вот в следующем видео постараюсь рассказать об этом тоже. Ну, просто хотела сказать, что вот операции как-то не страшно здесь делать в Америке. Там, конечно, я очень всегда боялась. У меня от одной мысли, что делать операцию это все. У меня там была одна операция, это кесарево сечение. И там я в больнице лежала только 2 недели. Потом еще дома 2 недели там ходила, полусогнутая 2 или 3 недели. Короче, это такое долгое выздоровление. Здесь как-то это все по-другому. Потому что, не знаю, вот другая специфика как-то этих операций. Врачи, конечно, другая технология. Все это делается намного лучше. Страха перед операциями теперь у меня вообще нету. Перед сложными и не перед очень сложными. Буквально уже на какой? На третий день, да, мы пошли прогуляться здесь по парку. Я уже прошлась. Ну, так потихоньку идешь, не быстро. Так что вот сегодня уже где-то неделя после операции. Я себя чувствую нормально. Ну, просто есть, конечно, слабость. Там хочется поспать. И там ранки, они еще не зажили до конца. Они еще, конечно, заживают. Еще один момент, что во время операции они раздувают живот, как-то накачивают его воздухом, мне Виктор сказал. И, как бы, живот он сильно увеличивается. Так что после операции живот такой большой. Ну, надеюсь, спадет, не знаю, через 2-3 недельки. Вроде на этом все, что хотела рассказать. Ладно, все. Всем пока. Увидимся в следующих видео.